ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда, в это время мы начинаем наш дневной эфир на 7-м телеканале. В суде с вами Татьяна Милимко. Здравствуйте! Сегодня поговорим о диагностике лечения аритмии в клинике сердца Одрекс. И готова представить вам наших гостей Денис Себов, кардиолог высшей категории, главный врач клиники сердца Одрекс и доктор медицинских наук, профессор. И Олег Бахонко, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, аритмолог медицинского дома Одрекс и член Европейской ассоциации «Ритма сердца». Здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Поговорим о делах сердечных, да? Знаете, очень часто приходится слышать слово «аритмия», и каждый человек ставит себе сам иногда этот диагноз. Например, сердце забилось чаще, говорит, «Ой, всё, у меня аритмия». Расскажите нам, пожалуйста, дорогие врачи, что такое аритмия и как её распознать? Аритмия или нарушение сердечно-сосудистого, сердечного ритма — это проблема достаточно частая. Этим страдает около 2% населения. И связано это с тем, что сердце бьётся либо хаотично, неритмично, либо, как говорят некоторые, замирает, начинает биться медленно или не происходит сердечного сокращения в тот момент, когда оно должно было быть. Проблема достаточно серьёзная, потому что нарушение сердечного ритма — это одна из больших серьёзных причин смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, которые достаточно опасны. И если мы говорим вообще об аритмии, то большая проблема с тем, что многие пациенты не знают, что у них есть эта аритмия. Есть крайне редкие виды аритмии, которые возникают хаотично, то есть возникли и пропали, и неизвестно, когда появится следующий вид этой аритмии. Ну и опасность в том, что аритмия — достаточно серьёзный вид заболевания, который требует ещё не только собственного, как бы, проблемы аритмии, но ещё является, служит осложнением. Осложнения других заболеваний являются... Заболевания другие являются осложнениями аритмии. Аритмия — это, если так её расшифровывать, это нарушение сердечного ритма, верно? Да, абсолютно верно. Насколько актуальна эта проблема для Одесского региона именно? Ну, Одесский регион является одним из наиболее частых регионов, где распространены аритмии. Ну, если мы говорим вообще в Украине, эта проблема достаточно серьёзная. И самое сложное, что у нас очень многие пациенты не обследованы в этом плане, и есть отсутствие или недостаточная диагностика этой проблемы. Есть специальные методы исследования, которые позволяют аритмию выявить более часто и найти её в тех случаях, когда обычная рутинная диагностика, консультация врача-кардиолога является недостаточной. В этом плане есть специальные методы исследования. Вот как раз кардиограмма, которая рутинный метод исследования, который мы знаем много лет, является полезной в данной ситуации. Как раз нарушение сердечного ритма легче всего выявить этим рутинным, старым методом. Сейчас всё больше нареканий, что кардиограмма не является серьёзным методом исследования. Можно согласиться, но вот как раз в плане нарушения ритма кардиограмма является полезной. Есть разновидности, так называемое мониторирование кардиограммой в течение суток, или мы его ещё называем холтеровское мониторирование. Это тоже очень важный метод исследования, который позволяет выявить аритмию тогда, когда пациент не находится рядом с врачом. Он одевает этот аппарат, идёт в себе домой в обычную свою жизнь, и там выявляется тот или иной вид аритмии. Чем опасна аритмия? И правда ли, что она может привести к инсульту? Совершенно верно. Есть особый вид аритмии, очень частый и очень распространённый. Это фибрилляция предсердия, или, как все её знают, мерцательная аритмия, ещё одно её название, которая приводит в своей проблеме к её одной из осложнений. Очень часто это инсульт. И если мы сейчас зайдём в неврологическое отделение инсульта в Одессе, 30% пациентов с инсультом — это пациенты, которые попали туда из-за аритмии. Какие современные методы лечения аритмии существуют? Именно методы лечения, то есть не просто определения, о которых мы уже немного поговорили, а лечение. Если мы, например, тут остановились именно на фибрилляции предсердий, то есть современных методов лечения в современной медицине есть очень много методов, которые можно радикально устранить от аритмии. К ним относится первый метод лечения — это аблация, которая может радикально изолировать патологические клетки, которые вырабатывают вот эту хаотическую электрическую активность. Они находятся в устье легочных вен, и операцию, которую надо сделать пациенту, даже не операцию, а процедуру. Вот радикально у меня сразу ассоциируется с оперативным вмешательством, да? Да, но для того, чтобы не пугать пациентам, даже слово такое, например, процедура. Потому что для пациента это всего-навсего несколько проколов на коже, то есть это через кожное вмешательство. Но высокотехнологичное, потому что мы попадаем внутрь сердца, мы выставляемся катетерами. Если мы говорим про криоаблацию, который самый современный метод, который будет в водоросе представлен, мы находим вены эти, мы изолируем, и у нас достигнут как раз радикально излечения от аритмии. Так, криоблация. Расскажите более подробно. Это современный метод. Для меня это ассоциируется к крио, это что-то охлаждение, да, наверное? Да, да. Я знаю только крионика, там криокамеры. Все правильно. Мы используем жидкий азот. Используются баллоны, баллоны, которые используются, это уже второе поколение баллонов, Arctic Advance, Arctic Advance. Мы выставляемся под рентгеном, под небольшой дозой рентгена, потому как используется аппаратура, которые очень маленькие дозы рентгена нам нужны, но это в рентген операционный. Мы позиционируемся в левом предсердии, контрастируем легочную вену, выставляемся, окклюзия, минус 40 градусов, 4 минуты аппликации, у нас заизолирована вена. Четыре вены анатомически нормально находятся в левом предсердии, их заизолировали, у нас успешная процедура. И как надолго хватает этой изоляции? Это на всю жизнь, или же все-таки нужно повторять? Нет, процент успешности очень высокий, мы называем это, из-за того, что это процедура уже, а не полноценная операция, 65% успешности на протяжении первых полтора-двух лет. Потом могут быть другие причины, но радикально ее излечить, получается как? Те пациенты, которые приходят, квалифицируются правильно именно на этот вид лечения, им такой операции хватает надолго? Пять, десять лет плюс. Всегда можно сделать повторную, позже, когда будет необходимость, уже в другом объеме, более широкую, более малую, и все эти возможности, главное, что есть теперь в Одрексе, это просто есть возможность это делать. То есть эта методика, это первая в Украине, в Киеве нету, нигде больше нету. Действительно, я не слышала никогда о том, что такое может быть. Это была большая идея, большая мечта, и многих аритмологов, это не секрет, Одесса в аритмологии, наверное, одной из лидирующих областей, профессор Юрий Иванович Крапенко, который этим направлением очень много лет поддерживает, и тут именно эта мечта воплотилась. То есть это вот и есть криоаблация, это вот как методики, которые появляются, есть возможность это сделать. А до этой методики, до появления ее в Одессе, в частности, в медицинском доме Одрекс, что делали, как проводили? То есть вы говорите, что это мечта, то есть к этому шли? Да, к этому шли, до этого это радиочастотная аблация с картированием, это так называется, то есть по сути, очень похожая методика, все мы заводим катетерами. Для пациента это точно то же. Те же проколы на коже. Тоже процедура. Тоже процедура, да. Тоже та же процедура, которая длится только часа 3, 3,5-4, зависит у кого как, какая анатомия, да. И вот эти все поражения, изоляцию, мы должны делать точка за точкой. Волнив. Именно, как прижиганиями. Я поняла. То есть у нас есть кончик катетера, который мы крутим вокруг легочной вены, мы прижигаем. И это точка за точкой, оно, конечно, что длится по времени дольше. Эффект похожий, эффект тот же. Мы изолируем. Мы должны просто сделать рубцовую ткань. Мы изолируем, но это эффект, то есть как бы это дольше, это сложнее, свои нюансы есть. Но это все, но это делается. То есть идет всегда человечество к чему-то легче, проще, быстрее. И надежнее. И надежнее. Насколько криоблация в этом случае действительно надежнее? Она безопаснее. На те осложнения, которые вызывают вообще какие-либо процедуры, мы все равно говорим, хоть это мы говорим процедура, но есть какие-то проценты осложнений. При криоблации осложнений меньше, процедура проходит быстрее. Для пациента удобнее. Для пациента удобнее получить радикальное излечение от проблемы. Не просто мы дали чуть больше таблеток, одну, вторую, третью. Мы радикально излечили. То есть пришел один раз, и на несколько лет ты уже знаешь, что можешь быть спокойным, и твое сердце под защитой. Или навсегда. Или навсегда. В лучшем случае навсегда это в лучшем случае. Правда даже может такое быть? То есть это не обязательно? Через какое-то время нужно повторять эту процедуру, это может... Нет, исключительно, как каждый пациент. Во-вторых, после процедуры аблации у пациента, даже когда будет возникать аритмия, она будет не такая агрессивная. То есть она будет совсем другая. Если первые разы они возникают, пациент попадает в реанимацию, все плохо, жизнь останавливается. То есть он настоящий инвалид. То есть все, жизнь остановилась. Ну это как прединсультное состояние или инсульт, можно считать. Можно так вот описать, это как прединфарктное состояние. Все понимают, что жизнь остановилась, все, никто никуда не идет, все в больнице. Да? Вот такое же... Есть пациенты, у которых первый пароксизм аритмии, вот фибрилляция предсерва, протекает именно так. То есть реанимация, падение давления, острая сердечная недостаточность. Есть пациенты, у которых это по-другому возникает, которые говорят, ну я этого не чувствую, ну у меня одышка есть, я на третий этаж поднимаюсь, но мне не хватает воздуха. Вот тогда он приходит, может все-таки лучше обследоваться, а то я уже пять лет у врача не был. Обследуется, начиная с банальных, мы называем эти методы исследования, но они нам дают очень много ответов. Это кардиограмма. Это кардиограмма, которую уже сегодня вспомнили. А сами люди могут понять, допустим, там, я знаю, что советуют приседать, например, как бьется сердце, или это все какие-то методы такие, домашние? К сожалению, аритмия крайне вариабельна. Под понятием аритмии на самом деле кроется 130 заболеваний. И разобраться в этом иногда надо быть специальным, иметь специальное обучение, так называемые электрофизиологи, аритмологи, врачи, которые разбираются сугубо глубоко, подробно в аритмиях, в электрогенезе, в рождении ритма. У нас есть специальные узлы в сердце, которые рождают этот ритм. И вот именно заболевания, те или иные, могут порождать либо аритмии частые, когда учащенное сердцебиение, неритмичное, может быть, редкое сердцебиение, даже вплоть до остановок сердца. Вот, к сожалению, иногда пациенты даже не ощущают свои проблемы, свои аритмии. И уже приходят в достаточно запущенных ситуациях, когда есть осложнения. Некоторые это узнают уже, когда получают инсульт. И это, к сожалению, в наших реалиях достаточно часто. И поэтому мы очень просим обратиться к врачу при первых же симптомах. А первые симптомы — это какие ощущения неритмичного сердцебиения, учащенного, замирания. При каких обстоятельствах? То есть если мы просто сидим, или же если мы пробежали, или если мы в кровати, например, как это можно распознать? Либо если мы понервничали. Если пациент ощущает, что у него есть сердцебиение, это уже достаточно для того, чтобы обратиться к врачу. Потому что ощущение того, что сердце бьется, это уже значит, что что-то... Если чувствуешь, да, как оно бьется. Значит, здесь уже есть какая-то причина. Мы сами себе свое сердцебиение ощущать не должны. Тем более, не дай бог, видимые причины. Если мы видим пульсацию какую-то у себя, это несуществующую ранее, да, то есть неизвестную. Это все надо обязательно предъявить в виде жалобы врачу, потому что это быть не должно. Есть ли возраст у этой болезни? Знаете, часто говорят, что после 50 надо там сердцем заниматься, а мне кажется, что даже работая в новостях и анализируя какие-то сводки, нужно понять, что у этой болезни нет возраста, и молодые очень часто могут просто упасть посреди улиц. Давайте не забывать о обычных медицинских осмотрах, которые должны быть ежегодны, и кардиограмма является обязательным ежегодным методом исследования, потому что именно вот для этого, для выявления каких-то скрытых видов аритмии. Если врач заподозрит и направит на более подробное исследование, то надо будет одеть холтеровское мониторирование, сделать УЗИ сердца, выявить морфологические структуры, то есть параметры сердца, которые могут вызывать аритмию, потому что растяжение камер некоторых сердца тоже могут провоцировать и развивать аритмию. В этом плане очень выгоден Одрекс, потому что можно в клинике сердца получить обследование на любом этапе развития заболевания, начиная от выявления, что всё здорово, и что к нам пациент попал случайно, и он здоровый человек, либо когда действительно уже выявлены какие-то серьёзные осложнения и требуются какие-то очень глубокие или даже, скажем, уникальные методы лечения, как криоаблация. А какие есть выгодные условия для клиентов в клинике? Олег Игоревич, расскажите подробнее нашу концепцию. Ну, наша концепция сейчас это процедура криоаблации, которая доступна, она не есть дешёвая, но для тех пациентов, которые придут в первую очередь, для них будет половина цены. И плюс клиника Одрекс предоставляет возможности, да, технологии, которые есть, плюс мы можем вызывать на себя специалистов, которые оперируют, которые ведущий специалист в своей отрасли, как в Украине, так и за рубежом. То есть к нам может приехать... То есть вызывать в операционную, вы имеете в виду? Да, то есть нам может... То есть если мы посчитаем это нужным, мы с пациентом об этом решим, то пациенту не надо ехать в Израиль. Ведущий специалист клиники, который консультирующий, аритмолог, оперирующий в нескольких клиниках в Израиль, приедет к нам. То же самое с Германией, то же самое с Венгрией. То есть с этими людьми всем есть предварительные договорённости, в этом нам помогает компания, с которой мы сотрудничаем, компания «Медтроник». Это личные договорённости с этими людьми, то есть все знакомые. И это бенефит для пациента. Пациент никуда не едет и получает суперпрофессиональную помощь тут, на месте, в Одессе, в Украине. Это очень важно, правда? Потому что и перелёты иногда, если случай сложный, они могут не очень хорошо сказываться для пациента. А в таком случае, когда есть договорённости и прилетает врач, честно, очень здорово, по-моему. Вот как раз сейчас есть такая возможность, если кто обратится в клинику «Сердце-Одрех» в ближайшее время, будет возможность получить, проконсультироваться и провести эту процедуру совместно с врачом из Германии. Так называемый проктор – это врач, который приезжает и наставляет на эти процедуры и помогает нашему врачу в реализации наиболее успешным образом. Спасибо огромное за то, что вы пришли к нам. Я напоминаю, у нас в гостях Денис Себов, кардиолог высшей категории, главный врач клиники «Сердце-Одрехс», доктор медицинских наук и профессор и Олег Бахонко, сердечно-сосудистый хирург, высшей категории, аритмолог медицинского дома «Одрехс», член Европейской ассоциации «Ритма сердца». Спасибо огромное вам. Очень важно прислушиваться к себе и к своему сердцу. И это совсем не начало стихотворения, а действительно смысл жизни и наше здоровье. Это был дневной эфир на седьмом телеканале. В студии провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова